Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, как Вы комментируете, скажу так, актуальность и появление этого Совета в нынешних условиях и его роль для российской иранской отношений? Представляется, что это важный шаг, прежде всего, по мобилизации общественного сознания в Российской Федерации на более интенсивное и плодотворное сотрудничество России с Ираном. Собрались люди, которые в силу разных причин. Кто-то работал много лет в Иране по дипломатической или торгово-экономической миссии. Кто-то прекрасно понимает геополитическое значение союза между Ираном и Россией. То есть это все люди, с одной стороны, посвященные ситуацию, знающие Иран и понимающие, что без нашего сотрудничества на Евразийском континенте не будет мира. И вот эти люди, они объединились. Собственно, это во многом и политическое решение, которое заявило, что иранский вектор является одним из самых главных вообще в общей геополитике России. Вошли в данный общественный совет прежде всего специалисты по Ирану, но и те, кто практически занимается с акцентом, безусловно, на усиление нашего экономического сотрудничества. А с другой стороны, с общественным давлением, если хотите, по отношению к органам федеральной власти, для того, чтобы они более консолидировано и более эффективно работали на иранском направлении. Я уверен, что следующим шагом это будет отклик со стороны иранской стороны и, соответственно, вхождение ряда ответственных и важных представителей иранской стороны, статусных, уважаемых людей из Ирана в этот совет. Поскольку очевидно, что он, конечно, должен включать обе стороны. Здесь такой вопрос. Как вы думаете, какой основной будет акцент? Это будет акцент на формирование или же, скажем, ну, так выражается, наверное, просвещение общественного мнения, то, что касается российско-иранских отношений, либо лоббирование российско-иранских интересов уже на определенных, скажем так, государственных инстанциях? Я думаю, что это нельзя отрывать одно от другого, поскольку в России, как и в Иране, без ясной позиции государственных органов трудно что-либо сделать, серьезного и долгосрочного. Поэтому очень важно не противостоять государственным органам и не противодействовать, не дистанцироваться от них, а наоборот, по сути, проводить дипломатию высокого уровня, общественную дипломатию высокого уровня, помогая государственным органам и одновременно выстраивать для них возможность для межведомственной консолидации, чтобы, выстраивая коалицию по иранскому направлению, организуя совместные проекты, межведомственные противоречия не мешали нашему сотрудничеству. И если можно так выражаясь, можно ли говорить, что создано российско-иранское лобби в России? — Безусловно, вне всяких сомнений. Это и про-иранское лобби, но вместе с тем это и лобби для тех организаций в России, в том числе пока часто небольших по объемам их экономической мощности, которые видят в сотрудничестве с Ираном колоссальную для себя перспективу. И в этом плане также это те люди, которые понимают, что наше Каспийское единство, оно сегодня в экономическом плане абсолютно не соответствует тому, что могло бы быть. И мы видим, даже за последние годы произошло серьезное ухудшение экономического товарооборота. И по большому счету это связано с тем, что не было мобилизации общественных и государственных сил на сотрудничество. Отсюда ничего в этом слове лобби я не вижу предосудительного. Это действительно те, кто готов отстаивать интересы по нашей кооперации и уверен, что в течение вот этого года будут первые результаты. — И еще такой вопрос, если можно. Есть ли уже какие-то определенные, ну, краткосрочные планы, о которых можно сейчас говорить, либо мероприятия? Прежде всего, очень важно, что создана организация, избран президиум, соответственно, создаются комиссии, которые уже по своим предметам совершенно разные, от культурного взаимодействия, даже межконфессионального взаимодействия, до, конечно, экономических, конкретно в том числе отраслевых проектов. И вот это разнообразие, оно подчеркивает, что и гуманитарная составляющая нашей дипломатии высокого уровня, и экономическая составляющая, они обе крайне важны, они не будут разделяться. То есть это не просто какой-то бизнес-совет или содействие бизнес-сотрудничеству, и не просто какие-то отдельные гуманитарные элементы. Нет, это единое большое взаимодействие. И отсюда вот сейчас я уверен, что мы выполним полностью решение общего собра, на котором и был создан совет. И в течение март, до конца марта будут сформированы эти комиссии, и к апрелю, к маю мы будем проводить большую конференцию с приглашением иранской стороны. Уверен, что это создаст совершенно новую атмосферу для нашего сотрудничества.